Доброе утро! НРБК региональные новости. Мы вещаем за Талешатом Плаза в студии Маргариты Кафарова. На 26,5% выросло поступление налога на доходы физлиц в Казму-Башкортостан в первом полугодии. Его объем составил 27 млрд. рублей. С данными из доклада Минфина об исполнении бюджета ознакомился РБК УФА. Общий объем доходов бюджета составил 119 млрд. рублей. Из них 80 млрд. налоговые и неналоговые поступления. Остальные 39 млрд. межбюджетные трансферты. Расходы республики в первом полугодии достигли 137 млрд. рублей. На 29,5% сократилось поступление налога на прибыль организации до 23 млрд. рублей. На акцизах регион заработал 15 млрд. рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее. В Минфине это объяснили увеличением норматива отчислений в региональный бюджет акцизов на нефтепродукты и ростом производства пива. На 8% выросло строительство частных домов в Башкортостане. За 8 месяцев года возведено 1,5 млн кв. метров. Об этом телеканал РБК УФА сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов. Всего в республике ввели в эксплуатацию 2 млн кв. жилья. Доля индивидуальной застройки в общем объеме строительства составляет 83%. С 1 марта 2025 года в России заработает законопроект о применении эскроу-счетов при возведении частных домов. Власти и участники рынка надеются, что данный механизм позволит существенно увеличить объемы ИЖС, так как покупатели получат гарантии. Это выполнение работ в срок и в полном объеме. Переход на эскроу-счета, переход на модель прозрачной работы открывает возможность и для застройщиков, и для государств. Государство понимает, где какие задачи требуются для нас, где мы должны подставить плечо, где мы должны помочь сетями, дорогами, где мы должны просто оказать их содействие, подсказать, где мы должны помочь с банком. А для застройщиков, соответственно, тоже появляется открытый прозрачный рынок. Ежегодно в регионе возводят 2 миллиона квадратных метров частного жилья, и только 20% объема приходится на строительные компании. И в продолжении темы. Ради Хабиров подписал указ, которым наделил Лилию Гумерова полномочиями сенатора, представителя от исполнительной власти Башкортостана. Документ опубликован на портале правовой информации. Лилия Гумерова представляет Башкортостан в Совете Федерации с 25 сентября 2014 года и является первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре. Трудовую деятельность уроженка Училов начала в местной школе, затем в администрации города и Училинского района. В 2007-м перешла в аппарат правительства Башкортостана, где заведовала отделом социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения. В 2011-м Лилия Гумерова была назначена заместителем председателя Госсобрания Республики, а в 2012-м вице-премьером правительства Башкортостана. Житель Башкортостана стал фигурантом уголовного дела за участие в деятельности запрещенной экстремистской ячейки граждане СССР. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по республике. Организацию признали экстремистской и запретили в 2022 году. Несмотря на это, 46-летний житель Туймазинского района продолжал участвовать в ее деятельности. Он отрицал легитимность Российской Федерации и всех действующих в стране нормативно-правовых актов, включая Конституцию, призывал к формированию альтернативных органов власти. Он осуществлял активную противоправную деятельность, занимался пропагандой, экстремистской идеологией и распространял агитационные материалы. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. По месту его жительства проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. По данным управления ФСБ по Башкортостану, в 2019 году мужчина уничтожил официальные документы, паспорт, снился и свидетельство о рождении. Для удостоверения личности предъявлял самостоятельно изготовленные бланки, а взамен водительского удостоверения выписал себе грамоту на управление движимым имуществом. Аграрии Башкортостана преодолели экватор в уборке зерновых и зернобобовых культур. Хлеборубы обмолотили 823 тысячи гектаров. Об этом сообщили в Минсельхозе республики. В регионе собрали 1 миллион 850 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 22,5 центня раз гектара. Больше всего намолотили зерна в Стерлитамакском и Довлекановском районах по 100 тысяч тонн. Высокая урожайность зафиксирована в Чекмагушевском и Аургазинском районах, где с 1 гектара в среднем собирают по 35,5 и 34 центнера соответственно. Агрария республики планирует собрать более 3 миллионов тонн зерна в этом сезоне. Ну и напомним, в прошлом году показатель составил 3 миллиона 235 тысяч тонн. Это на 1 миллион больше внутренних потребностей региона. Мне на этом все достает.